Ваш финансовый канал сегодня и в будущем. Просмотрим ситуации, связанные с финансовыми делами, работой, бизнесом. Стоит ли вам ждать, верить обещаниям, есть ли гарантии в той финансовой ситуации, которая вам предлагается сегодня. Всех приветствую, меня зовут Ирина, и сегодня мы с вами просматриваем финансовый поток. Преддиагностика, в каком состоянии сегодня ваш финансовый канал. Стабильность, четверка пентаклей, стабильность присутствует. Даже если ситуация вас не совсем устраивает, как-то удается сохранить вам стабильное положение, равновесие, хорошая карта. Если даже скажете, что нет сейчас у меня стабильности, очень скоро вы ощутите, что ситуация выходит на какой-то новый уровень, карта гармонии. И появляется уверенность в завтрашнем дне. Может быть вы находите какой-то выход из сложившегося положения. Либо же находите новую работу, здесь новые энергии как бы идут, да, гармония, гармонизация чего-то. Что-то должно измениться. Вот для того, чтобы ситуация стабилизировалась, здесь что-то должно измениться. Это для тех, у кого, например, сегодня нет стабильности финансовой. Но все-таки у большинства моих зрителей, тех, кто смотрит расклад, я вижу, что ситуация более-менее стабильная, финансовая. Мир, гармония, карты такие спокойные достаточно. Я не могу сказать, что у вас какой-то колоссальный рост сейчас идет. Как-то все очень ровно, гладко, так как было. Вы не ощущаете никаких скачков вверх, да, и вниз тоже падения нет. Все очень гладко, ровно, спокойно. Ну вот и вот восьмерка кубков. Но смотрите, грядут времена, когда вот эта стабильность будет вас волновать, тревожить. Тревога какая-то здесь идет, море волнуется, да. Ситуация будет, как бы заставит вас поволноваться, попереживать. Вот будут мысли по шестерке мечей о том, чтобы отправиться в новый путь. Например, пойти искать работу или там заняться бизнесом, может быть. Куда-то перейти. Какой-то ветер перемен здесь будет. Такой прохладный ветерок. Я не могу сказать, что это большая проблема. Но эта ситуация реально заставит вас подумать, задуматься. Начать рассматривать какие-то альтернативные варианты, может быть. Какой-то конфликт у вас есть на работе, либо же вот в этих вопросах финансовых. Отсутствие взаимопонимания. Идет. Двойка мечей. Люди как будто на ножах. Это конфликт с начальством, может быть, потому что идет здесь авторитетный человек. Это может быть конфликт с кем-то, кто обладает большими ресурсами, чем вы. Большими денежными возможностями. И мечи, видите, одни мечи. На эмоциях все мечи и кубки. Вы очень хотите эту ситуацию завершить или отсечь кого-то, доказать что-то. Или же по тузу мечей часто проигрывается месть. Кто-то отомстить хочет вам за что-то. И поэтому как бы старается осложнить вашу ситуацию. Вам деньги, знаете, не достаются просто так. Вы вкладываетесь. Вы много достаточно работаете. Вы ищете постоянно какие-то варианты. Вот скоро новость к вам придет касательно денег. Девятка Пентакли. Девятка Пентакли. Хорошая новость о том, что есть где-то хорошая перспектива. И по рыцарю жезлов вы решите попробовать. Это попытка отправиться в новый путь. А вдруг там будет хорошо. Но тут действительно перспектива очень неплохая. Так что будьте готовы к тому, что к вам поступит предложение какое-то выгодное. Либо какие-то хорошие новости о вашей текущей ситуации. Это как бы выход идет на иной уровень. На новый уровень. И у вас выбор, видите. Карта влюбленный выбор. Вот эта ситуация непредвиденная какая-то. Которая заставит вас поволноваться, понервничать. Как ни странно, станет точкой отсчета для вашего более перспективного подъема. Карта императрицы это выход на какой-то более перспективный уровень. На уровень, где вы самостоятельно сможете контролировать свою финансовую ситуацию. Это выход на пути, где вы сможете реализовать свои способности. Где вы можете зарабатывать гораздо больше. Какой-то более выгодный проект здесь. Судя по картам. Что-то более выгодное. Более выигрышное для вас. Более перспективное. Но у вас выбор. Вы все-таки будете думать. Или, или. Остаться, или уйти. Возьмете паузу. Четверка мечей. Человек, который делает остановку сознательно для того, чтобы что-то взвесить. Для того, чтобы подумать. Какой-то император оказывает сильное влияние на ваше финансовое состояние. На вашу стабильность финансовую. Может быть, это начальник. Ваш непосредственный руководитель. Может быть, коллега по работе. Мужские энергии идут. Может быть, и женщина. Но с ярко выраженным мужским началом. Знаете, человек, карта почитаемый. Характеризует его как личность. Любящую, любящую преклонение. Вот какие-то преподношения. Что-то, дары какие-то любит. Ценит внимание, когда превозносят. Вот какой-то такой император в вашем пространстве есть. Там, где у вас источник заработка. Человек ценит своё место. Но ценит чрезмерно. То есть убивается вот этой властью. Ведёт себя высокомерно. И хочет слышать от подчинённых. Либо же, ну, может быть, это и коллега по работе. Но просто человек вот как-то себя так превознёс, так поставил, что все остальные вот вынуждены перед ним преклоняться. Как-то так идёт. Здесь конфликт какой-то, может быть, внезапно что-то произойти. Конфликты, разногласия какие-то. Именно потому, что человек вот так высокомерно себя ведёт. Вам как будто бы сложно рядом с этим человеком работать. Сложно развиваться. Сложно найти общий язык. Может быть, это новый человек какой-то появляется в вашем пространстве. Вам нужно будет с ним как-то сработаться, да, в общем-то. И это сложно, потому что человек высокомерный. Вам трудно будет с ним выполнять какую-то поставленную задачу. Может быть, человек, знаете, работает не ради денег, а ради удовольствия как бы. Финансы есть у него. И работает просто вот, чтобы дома не сидеть. Как-то так. И поэтому особо в работу не вкладывается. Весь груз рабочих, деловых обязанностей получается, что падает на ваши плечи. Вот здесь ответственная за какой-то проект. Она лежит по большей части на вас. Четвёрка жезла. Видите, вы дверь вдвоём с этим человеком какую-то будете открывать. Это начало нового проекта какого-то, каких-то дел. Именно касательно вашего карьерного роста. Да, человек не очень сильно заморачивается как бы насчёт того, какой будет результат. И к этому человеку, к императору, требования высокие не предъявляются почему-то. Знаете, как вот, извините, скажу как есть. По блату работает. И может быть там с руководством как-то тесно взаимодействовать умеет. А вы, получается, как вот трудоголик такой, человек, который своим трудом создаёт себе фундамент материальный. У вас идёт какое-то начинание, оно по тройке Пентакли перспективное вроде бы. Вы от этого проекта получите деньги. Но всё будет лежать на ваших плечах. Рыцарь Пентакли и Белая карта. Ну, если Белая карта выходит, значит, тут, я бы сказала, так, сомнительно. А получите ли вы по делам своим? Вы можете вложиться по полной программе, но получить мизер потом. Здесь основные блага, да, основной процент как бы идёт, видите, по королю мечей кому-то. Там император, там и король мечей. То есть на этот проект рассчитывают многие. Многие сделали ставку на него. Но груз ответственности основной будет лежать на ваших плечах. У вас высшие силы хотят освободить от этого. Вот не стоит вам соглашаться на этот проект. Да, вы от него какой-то процент получите. Но здесь информация идёт о том, что всё-таки где-то в другой стране вам будет легче работать. К вам деньги будут идти быстрее и легче. Легче будут приходить финансы к вам. Где-то на другом пути у вас открывается финансовый поток. Если вы спрашиваете себя сейчас, менять ли вам работу, ну вот, судя по картам, да, однозначно. Ну потому что там, где вы сейчас находитесь, вот то окружение деловое, да, с кем вы выполняете определённые задачи, оно как-то заточено больше на себя. Ребят, там такое ощущение, что своя какая-то команда сплочённая. Вы там, ну, может быть, имеете какое-то положение, какой-то статус, наверное, вас ценят и уважают, но вместе с тем, что вас считают грамотным специалистом, на вас именно поэтому и взваливают основную часть груза вот этой ответственности. То есть все бумажные какие-то вопросы могут лечь на ваши плечи. Карты советуют вам начать уже сейчас, просматривать для себя какие-то новые варианты работы. Туз Жезлов, да, круто изменить свою жизнь, сделать, не побояться, крутой поворот в судьбе. И будет десятка пентаклей, открытие финансового канала, улучшение вашей финансовой ситуации, но ещё и моральное удовлетворение от того, что ты имеешь, да, десятка пентаклей. Открытие ресурса, когда человек работает, вкладывается и получает, как говорится, заслуженную награду, да, вознаграждение материальное. Видите, этот проект вас расстраивает, тройка мечей. Вы будете просто эмоционировать, переживать как-то от несправедливости. Пятёрка мечей, вот всё воронам достается, да, вот всё они склевали. Если вы согласитесь, я повторюсь, да, вы какой-то процент там получите, конечно, но это будет мизер, это незаслуженная награда, это какое-то даже унижение. Лучше отказаться, чем получить вот эти крохи, да. Вот как-то так здесь карты пытаются сказать. Видите, тут страшный суд, то есть вы будете желать справедливости. Вы не сможете усмирить вот это своё, ну как это сказать, свою правду как-то, да. Вы человек, ну который работает честно, который готов ложиться, но и получить вы хотите по полной программе. А здесь получается, что вы вложитесь, возьмёте на себя ответственность, а по итогу всё самое, так сказать, перспективное склюют другие вороны, себе присвоят. И вам просто будет очень не по себе, реально плохо, вот разочарование, а это вам не нужно. Разочарование, отчаяние, вот это ощущение от того, что вокруг только несправедливость. Это всё потери энергетические, это вам не нужно. Нам нужно рассматривать какой-то другой для себя наиболее перспективный путь. Оставлять что-то, десятка мечей. Вы сожалеете, вы боитесь, побаиваетесь, да, немножко как-то вот уйти в никуда. Вам кажется, что на этом поприще, где вы сейчас находитесь, вы вложились по полной программе, и что вас там ценят, уважают. Давайте посмотрим, ценят ли. Рыцарь кубков. Вы знаете, никто особенно не расстроится, если вы уйдёте. Рыцарь кубков, двойка жезлов. Особенно не расстроится. Ну, хорошо, что вы есть, вот прям хорошо. Знаете, как-то вы свои энергии так щедро раздариваете. Здесь король Пентаклий, какой-то человек или люди. Здесь очень много уже выбрало, выпало карт сигнификаторов, да, указывающих на людей. Это значит, что вокруг вас люди, которые в большинстве своём заточены, вот питаться вашей ресурсной энергетикой. За ваш счёт продвигаться по карьерной лестнице, может быть. Или за счёт ваших знаний, вашего опыта, компетентности расти по карьерной лестнице и получать больше, да, получать больше финансов. То есть, видите, вы в этом обществе отшельник, двойка кубков, король Пентаклий. Там деньги, там какой-то расчёт, собственное благополучие превыше всего. Ну, скажем так, вас уважают, с вами приятно общаться, двойка кубков, да, вы притягиваете к себе людей, вы интересны как личность. Но повторюсь, что на первом месте у этих людей личные интересы. И они не будут сильно переживать от того, что вы уйдёте. Потому что вы всё равно как отшельник, как… Ну, вы одиноки в этом обществе, вы другой человек с другим набором энергии. Такое впечатление по раскладу, что кубок вашей судьбы никак не может наполниться доверху. Это значит, что ваши способности недооценивают постоянно. Вы получаете несправедливо мало. Вы должны иметь больше. Кубок должен быть полон. Но вам мешает женщина здесь во многих аспектах, королева мечей. Ну и мужчина, король жезлов. Два человека, вот есть в вашем окружении, не дают вам получить вот этот кубок золотой, полный, чтобы он был, да. Там, я не могу сказать, что он пустой, этот кубок, но не до края, не до краёв, да. Он полон. То есть постоянно кто-то держит вас как на контроле. Вот чтобы вы не перешли к какую-то черту. Чтобы вы не заняли какое-то высокое положение. Чтобы вы ни в коем случае не претендовали на руководящую должность. Вот здесь есть такой момент. У кого-то проиграется. Бояться. Два человека, мужчина и женщина, как вот вдвоём. Скомпоновались, сгруппировались и препятствуют бояться, что вот если вы как бы цель поставите, вы получите должность, высокое положение социальное. Видите, по луне. Это тайна, это за вашей спиной. Вот здесь сидят в беседке, обсуждают что-то. Тут даже три человека. Ещё кто-то есть, третий. Но не показывается. Это вообще тайное лицо. Если об этих двух вы можете догадываться, о мужчине и женщине, то ещё кто-то тщательно скрыт. Даже карты, видите, его не показывают. Что-то там совещаются. Напрягает их ваше какое-то активное движение, активное продвижение, быстрый темп. У вас карьера, работа, финансовые какие-то дела настолько идут быстро и, в общем-то, успешно, что это пугает кого-то. Они сидят вот здесь и примерно так считают, да, примерно об этом говорят, что вы очень стремительно поднимаетесь вверх. Если так и дальше пойдёт, вы займёте высокие позиции. Вот как-то так. Паша Жезлов, и перспектива у вас отличная, кстати говоря. Перспектива у вас отличная. Даже в этом кругу людей, которые вас уважают, но при этом не готовы, скажем так, быть у вас в подчинении, зависеть от вас. Да, они готовы. Им спокойнее, когда вы в подчинении. Ну, понимаю, да, что вы за рамки определённые не перейдёте. А уж когда будет власть полноценная в ваших руках, вас тогда уже будет не остановить. Есть такой момент здесь, вы не признаёте, возможно, авторитетов каких-то. То есть настолько вы уверены в своих знаниях, умениях, в своей какой-то правильной позиции, что не признаёте советчиков. А кого-то эта ситуация обижает. Есть человек, обиженный на вас, с которым у вас либо сложные отношения на работе, либо же в ваших финансовых вопросах. Скорее всего, этих отношений как таковых нет. Хотя изначально вы доверяли этому человеку. Может быть, так проиграется по восьмёрке Пентакли. Здесь старец есть, который, ну, в общем, как бы обучает, да. Видите, у него книга в руках, он обучает юнца. Может быть, это был кто-то из наставников ваших, из тех, у кого вы обучались профессиональному ремеслу. Но карта смерть, отношения, ну, как бы сошли на нет. Они разрушены, эти отношения. То есть в какой-то момент вы пошли в разные стороны. Вы переросли фактически своего наставника, своего учителя. Женщина. У вас наставник была женщина. Но в какой-то момент по восьмёрке мечей она начала вас останавливать. Вы что-то начали, ну, что-то такое делать начали. Какой-то путь выбрали, может быть, свой личный, колесница. Вы устремились вперёд по другому пути. Её это не устроило. И она сделала вам проблему какую-то. Проблему. А вы знаете, она разорвала какие-то ваши связи. Это как месть была именно потому, что вы выбрали какой-то другой путь, не стали её слушать как-то так. И она вот, понимаете, сказала себе, ты будешь одиноким или одинокой, если не хочешь идти по моему пути. Она хотела от вас подарков каких-то, внимания, знаете, вот чтобы вы превозносили. А вы человек такой, который, ну, уважает людей за что-то, за какие-то дела. Не за слова, не за их положение финансовое, а за дела. Вот такая у вас твёрдая есть своя правда. Вы человек принципиальный в этих вопросах. И вы правильно сделали, что пошли по своему пути. Королева губков. Вы ничего не потеряли. Вы наоборот, ну, скажем так, подняли планку своего положения в этом коллективе. До этого момента, до вот этого конфликта с вашим наставником, у вас люди, ну, скажем так, считали в некоторой степени балованием судьбы. Да, вот что вы находитесь под шефством некоего человека. Все это знали прекрасно. И как-то были не видны ваши способности. Вот то, как вы реально умеете работать. А как только этот наставник от вас отошёл, либо уволился человек тоже, да, вы остались при этом. У вас мгновенно взлетел авторитет. Люди увидели, что вы можете и без этого человека прекрасно работать. И показали себя с очень хорошей стороны. У вас хорошие отношения с коллективом, довольно-таки хорошие. Но там есть и дьявол. Вот как-то, знаете, часть коллектива, вот разделение такое, да, часть коллектива — люди хорошие, здравомыслящие. Вам с ними приятно общаться. Но это очень узкий круг. В основном там всё-таки дьявол. Там какие-то, ну, в общем, происходят тёмные дела. Ну, понятно, да, жизнь на работе, она, конечно, такая. Есть часть коллектива, скажем так, которые, люди, которые стремятся замедлить ваше движение. Это зависть может быть по дьяволу. Чёрная зависть на ваше солнышко, на ваш успех. Вот такая диагностика у нас. Сейчас мы с вами посмотрим, чего же вам ждать на этом пути. Итак, что будет происходить здесь? Есть ли для вас перспектива? Нет. Тройка жезлов. Построение нового плота и отправление в новый путь, потому что здесь за вами усиливается наблюдение. Знаете, вот растёт напряжение энергетически, прям чувствуется от этих карт, как нарастает напряжение вас. Это будет раздражать, нервировать. Ситуацию кто-то может дестабилизировать. Двойка мечей, да, напряжённые отношения. То есть обостряются какие-то конфликты. Если раньше вы как-то сглаживали эту ситуацию, вам удавалось находить общий язык, то сейчас будет труднее, потому что обстановка на работе накаляется. Десятка мечей. Видите, какой-то удар здесь может быть вам в спину. Вы можете сейчас этого не ощущать, не чувствовать. Десятка кубков, восьмёрка кубков. Ваше благополучие, стабильность. Будет подвержено изменению, переменам, волнение, нервозность. Восьмёрка кубков. Десятка мечей. Удар какой-то. Ну, какая-то на работе начинается напряжённая ситуация. И в таких обстоятельствах... А, вот вороны, да. Пятёрка мечей. Налетают вороны. Двери закрываются. Каждый будет пытаться удержаться на привычном месте. Море волнуется. Видите, какие волны поднимаются. Вот уже сейчас наверняка вы ощущаете первые звоночки вот этих перемен. А дальше? Дальше что будет? Кто-то будет увольняться. Люди будут уходить. Эмоционально не выдерживают вот этого напряжения, которое создаётся. Потому что привыкли к гармонии, к стабильности. Привыкли работать так, как привыкли. А здесь идут какие-то перемены, какие-то трансформации. Здесь как бы всё больше нарастает роль финансов. Король Пентаклий. Ресурсность. Работа на деньги. Бизнес. Как-то очень жёстко. Модель работы переходит на, как бы поставлена на финансовый поток. Здесь уже не до работы в удовольствие. Здесь чётко поставленные задачи. Но чётко в каком плане? Очень жёстко. Жёсткие какие-то рамки. Работать исключительно на деньги. Работа без души. Просто ковать Пентаклий. Новое, видите, новшество. Новости какие-то идут к вам. Буквально летит новость Паши Жезлов. Внезапное что-то. Внезапная. Пустота. Обнуление. Обнуление. Ну, то есть обновление, обнуление привычного образа жизни. Привычная ситуация. Перемены назревают глобальные у вас. Ваши финансовые ситуации. По старой модели уже нельзя будет действовать. Либо работать. Интриги какие-то начинаются. Тайные здесь у нас сговоры. Карта Луна. Ожидайте, что здесь вот какое-то совещание будет. Уж не знаю, кто там совещается. За вашей спиной. Понимая ваше уверенное положение. По шестерке Жезлов. Скоро что-то выдадут. Какая-то информация идет. То есть вот раз собрались, знайте, что что-то будет. Если совещаются, значит, чего-то жди. Жди перемен. А знаете, что думают? О том, что вы не хотите играть по чьим-то правилам. Такое впечатление, что вот новшества, которые вводятся в вашей организации. Там, где у вас сегодня решаются какие-то финансовые дела. Там какие-то новшества. И вы это как будто бы не принимаете. Там новые авторитеты. Смена руководства может быть. Новые авторитеты. Почитаемая. Карта Почитаемая. То есть, смотрите, вы заслуживаете этого положения, этого трона. Но кто-то через свои преимущества какие-то, денежные, через деньги, тоже хочет претендовать на высокое положение. Но они считают, что имеют больше прав диктовать другим свои правила игры. То есть, считают, что вы не заслуживаете этот трон. Чудовищная несправедливость вас там ждет. Вас могут ранить. Тройка мечей и страшный суд. Это когда человек просто не может внутренне принять эту правду. Те правила игры, по которым вас вынуждают играть. Вы не сможете это принять. Вот понимаете, какая ситуация грядет. Будут четко расставлены все приоритеты. Если кто-то не согласен, то путь свободен. Как-то вот так ставят перед фактом здесь. Как будто больше не разговаривают. Нет контакта. Увеличивается пропасть между руководством и подчиненными. Да, ведущий ресурс — это деньги. Главенствующая цель теперь только деньги. Сможете ли вы перестроиться на эту систему новую? Нет, не сможете. Потому что по двойке кубков вы привыкли с людьми дипломатировать. Общаться. Здесь нет никакого общения. Здесь человек дает указания. Их надо выполнить. И все. То есть вот такая работа. Без души. Трудно вам здесь будет. Трудно. Вы же человек, видите, привыкший с людьми пообщаться, поговорить. Вы на работе работаете, конечно, но вам и важен человеческий фактор. Вам приятно увидеться с кем-то. Вам важно ощущать себя гармонично на рабочем месте и в окружении людей. А здесь только пентакли, только деньги. Все жестко, все как-то регламентировано. Но опять же, все жестко только для определенного круга, то есть для подчиненных. Наверху там по рыцарю пентакли, видите, там все будет можно. Многие пути открыты. Там стратегия планируется. Там колесо будет вертеться туда, куда нужно. Но там по семерке мечей коварство. Там обман на обмане. И через обман будут приходить в девятку кубков. То есть приводить свои вот эти действия, интриги в действие, в реальность. Воплощать. И будут воплощать. Такое впечатление, что какая-то система уже готова, уже продумана и готовится внедриться. Вот еще немножко и войдет вот эта система. Новая абсолютно для вас. И там будет трудно. Трудно вот именно тем, кто привык работать для души. А не быть конвейером для заработка. Все, что запланировано, оно все готовится воплотиться. И оно воплотится. Если вы думаете, что кто-то остановит эту систему. Нет. Ее остановить будет нереально, потому что она уже где-то проверена. Обкатана. Либо же как-то настолько тщательно продумана, что восстать против нее будет невозможно. Кто восстанет, тот просто уйдет. Видите, вы о дороге какой-то думаете. То есть уйти, не уйти. Десятка жезлов тяжело. Напряжение велико. Груз ответственности на вас падает большой. Может быть там, не знаю, какие-то обязанности нужно будет вам совмещать. Это будет тяжело. Это будет тяжело. Морально тяжело. Надо будет почитать своего руководителя. Непосредственного. Кто-то ставит себя, знаете, прям вот намного выше. И кому-то очень приятно. Здесь я так скажу. В результате вот этих трансформаций может произойти так, что на трон взойдет тот, вот кого не ждут, что этот человек будет на троне. И вот как бы на троне он начинает отыгрываться за все, что ранее было произведено с ним, как месть идет. Такое впечатление, что хорошие люди вот из этого коллектива уходят, будут уходить. А остается как бы и открывает свои истинные лица вот эта часть коллектива, где черные души, да, дьявол внутри. То есть дьявол, он как бы в результате этих трансформаций вырывается наружу. Вот этот джинн, сидевший где-то глубоко все это время. И люди подчиняют других, ну как бы вот, как говорится, из грязи в князи, да. Это же страшнее быть не может. Начинается какое-то слепое поклонение идеалам каким-то. То есть будут требовать уважения к себе, но при этом уважать не за что. Люди, как работники, они, в общем, никакие здесь. Но диктовать будут довольно жесткие правила игры. Вы одиноки, видите, в этом кругу. Карта отшельник, пятерка мечей, вороны, люди, которые используют вот эту возможность, эту трансформацию для того, чтобы обогатиться. Кто-то мог все это время, знаете, затаить обиду на вас. И теперь вы будете приставлены вот к тому, кто будет требовать от вас почитания. Вот такой путь. Будут люди, конечно же, те, которые вас уважают. И действительно в хороших отношениях, с кем вы много лет, может быть, проработали. Они как бы остаются рядом с вами, но очень весомая часть их уходит. Уходят куда-то, куда-то в другие, в другую сторону идут. Вам, женщина, будет перспективы какие-то обещать, перспективы. Но по пятерке жезла вы должны будете, ну, знаете, вот как будто бы продать душу дьяволу. Вы вечно будете прислуживать, пританцовывать, там, пятерка жезлов. Они будут вас сидать на диванах, а вы будете развлекать, понимаете, как-то вот такую роль вам готовят почему-то. Проверка на прочность у вас будет, на стрессоустойчивость. Внезапно могут вас куда-то пригласить, сделать какое-то предложение выгодное. Идет как заманивание в какой-то проект. Попытка показать вам перспективы. Но карта умеренности говорит, 10 раз подумай, остановись, включи разум. Обещание больших денег, ну, серьезных денег, хорошую зарплату, может быть, там, хорошую должность могут обещать. Начинание, да, иди с нами в новый путь, начинай что-то вместе с нами. Но по итогу, видите как, вы-то можете начать все это перспективно, что называется, начать воздравие, да. А закончить-то можете за упокой, девятка мечей. Потому что пентакли по итогу окажутся в чужих руках. И поэтому вам надо продумывать другой путь для себя, новый путь, рыцарь жезлов. И вы будете делать попытку куда-то, ну, продвинуться где-то, да, попробовать себя в чем-то еще. Идет определенность, идет огромное желание перейти куда-то, чтобы было как раньше. Чтобы хотелось работать для души, видеть плоды своего труда. Этот переход ознаменуется для вас денежным успехом по семерке пентаклей. Но в отдаленной перспективе, не сейчас. Вот посеете сначала семена, естественно, они должны какое-то время там, чтобы взойти. Потом урожай должен вырасти, да, его собрать нужно будет. То есть это время, успех он будет у вас. Вы не потеряете ничего, если вы покинете вот эти обстоятельства, этот круг, где все достаточно жестко, где как бизнес какой-то такой неграмотно устроенный, да, где нет нормальных задач здравомыслящих, где люди просто тупо делают деньги. У вас даже гораздо больший успех ждет где-то на другом пути. Что вас уведет от этих обстоятельств? Тут жезлов, крутой поворот. Крутой поворот. И новая дверь открывается перед вами. То есть что-то может резко завершиться, но и новое что-то придет к вам так же быстро и резко. Здесь же завершение старого пути и открытие одновременно новой двери. Но очень какой-то короткий срок здесь, короткое время между вот этими событиями. Здесь может произойти ситуация по королю мечей и тузу жезлов. Когда вы вынуждены будете переступить через чувство собственного достоинства, и это станет последней каплей. Вот через это вы уже не переступите. Если вы до этого могли что-то этим людям, заточенным на деньги, что-то прощать и как-то еще там оставаться в этом кругу, то здесь обстоятельства уже просто переходят всякие границы вашего терпения. И вы резко по тузу жезлов и четверки жезлов совершаете переход какой-то, потому что это слишком. Вы понимаете, что задето ваше достоинство. И вы угадываете момент по пятерке пентаклей. Это именно когда человек обретает комфорт, он удовлетворен тем, что имеет. Когда ты чувствуешь, что перемена тебе на пользу. Вы здесь видите фонтан вот такой из желтых монет или золота. Говорит это об одном, о том, что ваш финансовый канал, у кого закрыт, он откроется. То есть вы получать здесь будете гораздо больше в плане денег и в плане самоудовлетворения работой. У кого-то реально финансовый канал открывается, потому что там постоянно закрывали вам путь те, что были люди, более-менее здравомыслящие. Но как бы они больше там не находятся. Их там мало осталось, они тоже в тисках зажаты. Поэтому помощи как таковой вам нет ни от кого. Только нажим, только давление на вас. Ну вот такой вас ждет переход. Опять карта Пентаклиевая. Шестерка Пентаклии. Пентаклиевая дорога. То есть человек становится на путь, где финансовое благополучие будет сопровождать отныне. Вам мужчина помогает. Помогает вот в этой ситуации. Король кубков. Может быть не мужчина, просто человек такой дипломатичный. Вот как раз с которым вам легко будет. Здесь предложение какой-то по шестерке Пентаклии может быть отправиться в какой-то совместный путь, общую дорогу. Человек оказывает вам помощь, содействует. Как-то пытается вас сориентировать в какой-то ситуации. Понимая ваше положение непростое. Такое впечатление, что человек, вот знаете, побыл в вашей ситуации и прекрасно вас понимает. Вы не захотели зависеть от кого-то. Карта связанная, да. Вы не можете работать со связанными руками, закрытыми глазами. Тупо зарабатывать деньги, да. Человек какой-то вот на вашем пути попадается, который на самом деле эту ситуацию тоже прошел. И вас будет понимать отлично. Будет у вас пауза в жизни, в карьере. Небольшая четверка мечей, недлительная пауза. У кого-то 4 месяца, у кого-то 4 недели. Ну, в целом вот где-то полгода может быть. Это вам время дается для того, чтобы обдумать свой выбор. Предложения будут поступать. Вот видите, от мужчины здесь что-то будет перспективное. Надо будет сделать выбор. И по императрице вы этот выбор сделаете. Вы для себя найдете хорошую должность, оптимальный вариант для заработка. Вам будет удобно, там, не знаю, в плане графика, наверное. Какое-то удобство здесь идет. И перспектива, да, звезды. Это комфорт. Это ощущение свободы, когда ты сам или сама определяешь траекторию своего движения. То, как будет идти твой карьерный рост. Кто-то уйдет здесь реально вот в свое дело. Пусть небольшое, но в свое. А с вами женщина еще будет рядом. Здесь идет мужчина, как будто бы король кубков. Мужчина. Понимающий вас человек, умеющий войти в ваше положение. И женщина. Женщина уже как наставник идет. Непосредственно наставник. Тесная работа у вас с этой женщиной. Видите, партнерский союз, двойка пентаклей. И очень перспективный, быстрое продвижение. Эта женщина вас обучает, может быть, чему-то, какому-то ремеслу. Дает вам какие-то наставления. Потому что вы идете по какому-то пути, где не совсем ориентируетесь. Может быть, даже вообще это новая сфера для вас. Потому что карта дурак, нулевой аркан. Абсолютно новый путь. Немножко это вас пугает. Дезориентирует. Идет отсечение, видите, чего-то. Вот он, старший аркан дурак, нулевой. Туз мечей и карта смерти. Туз мечей, карта смерти. Это дуата, говорящая о том, что человек что-то отсекает от себя навсегда. Решает это сделать. И не боится идти в какой-то абсолютно новый путь. Шестерка мечей и отплытие. А вы уйдете оттуда, видите, все равно уйдете. Вы не сможете там находиться. Там ситуация будет накаляться. И там, знаете, формируется какой-то коллектив нехороший. В плане того, что люди заточены только на заработки. Но здесь даже не это главное. Восьмерка мечей и карта опасность. Это клубок змей, да. Вот они, змеи. Если раньше коллектив был более-менее нормальный, как-то там были разделения, да, такие. Но сейчас это будет вот сплошной вот такой огромный клубок змей. Там одни обиженные какие-то собрались. Я не знаю, чем они там не удовлетворены. И как будто они отыгрываются на той части коллектива, на которой все держалось. Есть в любом коллективе костяк, на котором все это держится. Там несколько человек, на которых базируется вообще вся рабочая деятельность, весь процесс. И вот здесь отыгрываются вот эти змеи на вот этой вот части людей, на этом костяке. И они его прогнут, этот хребет, этот костяк, они его реально прогнут. Там разбегутся все здравомыслящие люди, потому что оставаться невозможно. Все уйдут куда-то. Никто не будет там мириться с вот этой системой, кого-то там восхвалять, возвышать. Ну, вы, конечно, будете пытаться еще бороться с этой ситуацией. Что-то отстаивать. Но это иллюзии ваши. Вы один в поле перед каким-то огромным чудовищем. То есть это большая, отработанная, глобальная, наверное, скорее даже, система, против которой противостоять, ну, как-то уже невозможно. Она уже разрослась до огромных масштабов иллюзии у вас. Если вы думаете, что вы там что-то исправите, какую-то правду свою внедрите, что-то изменится. Нет, это ваши иллюзии. Это самообман. Вот четверка кубков. То, что должно завершиться, оно неумолимо завершается. Неумолимо завершается. Но для вас завершается успехом, финансовым успехом. Королева Пентаклий. Карта, которая говорит о том, что если вы женщина, да, вы получаете какой-то пентаклиевый ресурс, деньги, заслуженную награду, вознаграждение какое-то за свой труд. Когда человек работает, он видит перспективы, да, он занимается любимым делом, а деньги как бы приходят сами по себе. То есть когда мы отдаём что-то, свои знания, умения, своё личное ремесло, то высшие силы награждают нас финансово. Император, самостоятельная личность, да. Очень многие здесь всё-таки решат начать хоть какое-то своё дело, да, как-то попытаться реализоваться самостоятельно в чём-то. Маг, видите, полная свобода. Маг, император, королева Пентаклий. Человек, который долго ждал реализации ресурса. Может быть, даже вы не думали об этом раньше, но сейчас вы приходите к тому, что только это для вас оптимальный вариант. Быть в свободном полёте, иметь крепкие позиции, и финансовые в том числе. И быть при этом магом, да, хозяином своей судьбы. Вы как-то устали, знаете, поклоняться, да, устали играть по каким-то неразумным правилам игры. То есть вы подходите вот к этой точке невозврата, когда говорите себе «Стоп, я не хочу быть рабом, я хочу жить полноценной жизнью, я хочу реализовывать свои знания, умения, у меня есть образование, у меня есть опыт работы. И я хочу получать достойное вознаграждение за свой труд». Вот, по сути, к этому вас и подводит Вселенная уже сейчас. Вот такой расклад сегодня у нас. Надеюсь, что информация была для вас полезной. Огромная благодарность всем тем, кто комментирует, кто участвует в продвижении канала. Поверьте, мне очень это приятно и особенно ценно, потому что общие расклады каждый воспринимает по-разному. Для кого-то важно, что будет резонировать расклад, но на самом деле здесь важно услышать для себя грамотный совет. Пусть даже это будет одна фраза за весь расклад. Но на сегодня все. Надеюсь, что все-таки расклад был вам полезен, вы сделали свои выводы и осознали, к чему вам готовится. А я вас по-прежнему жду в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok